Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о такой важной теме, как психосоматика, то есть когда ум делает тело больным. Потому что на самом деле в разуме человека накапливается огромное количество различных эпизодов, болезненных эпизодов. И все вот эти вот так называемые стрессы, они приводят к тому, что они, ну скажем, застриют, то есть они не выводятся, как токсины в организме, так же эти токсины находятся в уме. И то есть их накапливается все больше и больше, и получается человек начинает страдать. То есть у него возникает то, что мы называем состоянием депрессии и болезни. То есть болезнь, это от слова боль, раньше говорили еще недух или там, ну, различные другие были определения, хворь. Да, то есть это те вещи, которые у человека на психоэнергетическом уровне оставляют след. В дианетике их называют инграммами, например, есть и другие названия. То есть важно понять, что это психотравма, то есть энергетический след, который остается в теле и уме. И вот когда у человека этих следов много, у него болезней, соответственно, все больше и больше. Сейчас даже вот с помощью современной новой германской медицины выявили классификацию. То есть какой конфликт отвечает за какую болезнь. И по снимкам головного мозга можно, соответственно, определять, то есть какая у человека болезнь проявится. Соответственно, мы можем выйти на конфликт и урегулировать его. А вот уже урегулирование конфликта – это, собственно, действия психолога, психотерапевта, процессора, коуча, фасилитатора тоже. То есть человека, который проводит человека через процесс и помогает ему распознать, что же произошло, как это произошло, и уладить это. А улаживание происходит за счет того, что человек возвращается в этот эпизод и происходит воспроизведение, то есть точная копия. А если вы изучали немножко физику, квантовую физику, то вы понимаете, что два одинаковых предмета не могут существовать в одном времени пространстве. И, соответственно, происходит аннигиляция, то есть рассоздание, если сказать по-русски. Вот этим рассозданием, по сути, я и занимаюсь уже более 20 лет. То есть я помогаю себе, помогаю другим людям, которые обращаются ко мне, улучшать свое состояние и убирать вот эти психосоматические болезни, то есть убирать тот негативный заряд, который у человека накопился в уме. И, соответственно, когда у человека такого заряда мало, у него болезни постепенно-постепенно уходят. И то есть так мы доводим человека до состояния чистоты, состояния клир. То есть клир – это человек чистый, у которого нет вот этих психосоматических болезней. Да, конечно, можно подхватить хворь снова, но уже когда ты знаешь, как с ней справиться, гораздо проще это сделать. И, конечно, когда человек чистый, ему гораздо сложнее подхватить эту хворь, потому что он знает уже, как он очищался, что это такое. Он знает механизмы работы ума, тела, то есть он уже не пеняет на кого-то другого, а берет ответственность за свои действия и начинает улаживать свое состояние. То есть все начинается с взятия ответственности, то есть ваше желание исцелиться, то есть стать целостным, это убрать вот эти негативные заряды, вот эти хвори, которые разрушают ум и тело. И когда вы действительно понимаете, что вы стали целостным, то у вас вот эта разделенность уходит, то есть вы понимаете, что вы целостное духовное существо, которое берет ответственность в полной мере за свою жизнь и, соответственно, обучаетесь техникам улаживания. То есть это все я тоже делаю, я помогаю человеку не просто, ну скажем так, как шаман или там гуру, просто что-то сделаю, человеку стало легче, то есть я не экстрасенс в этом плане. Я помогаю человеку тем, что направляю его, то есть он берет ответственность за свою жизнь и улаживает ее. Моя лишь цель – это дать вот эти необходимые знания, технологию, которую я изучил и применяю. И второе, конечно, следить, чтобы человек ее правильно применял, то есть не было у него каких-то там, ну скажем так, моментов, где он застрянет, не пройдет дальше. То есть направить его к истокам, то есть к корням его проблемы и действительно найти самые ранние моменты, уладить их, чтобы человеку стало легче, чтобы его состояние улучшилось. Поэтому, друзья, у кого есть психосоматические заболевания, они по сути сейчас есть у нас, ну практически у каждого, то вы можете писать смело мне в личные сообщения или в комментариях к этому видео. Мои контакты тоже в описании к этому видео вы можете писать мне в любой соцсети, которая вам более удобна. Быстрее всего я отвечаю в Вайбере. Конечно же, буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, поставите отметку «нравится». Ну и, конечно, подпишитесь на мой канал и колокольчик для напоминаний, чтобы помнить о новых видео, будут вам приходить напоминания и вы не будете их пропускать, а видео выходят на моем канале практически каждый день. Поэтому я вам желаю исцеления, гармонии, счастья и до скорой встречи в следующем видео.